Очень много фурнитуры для кондитерского, насадки и все такое. Там дома места уже не хватает. Свою огромную кухню Регина давно распланировала. Ряд столов, плита, большая духова печь для выпечки тортов, девушка-кондитер. Мелочи продуманы с 2013 года. Тогда она встала в очередь на жилье. Когда устала ждать, обратилась в суд, выиграла и уже в новой очереди достояла до квартиры. В январе вступила в силу 2017 года решение. Мы вот сейчас дождались. Спустя почти два года, месяца не дошел до двух лет, как выиграла суд. Срочки, отсрочки, нету, нету, либо кто-то по очереди раньше. Все, кого в этом году обеспечили жильем, очередники с решением суда на руках. 421 человек. А нуждающихся детей-сирот в крае больше 7 тысяч. По словам специалистов Минстроя, в этом году прирост очереди удалось сдержать за счет большой выдачи. Ключи дарили в первую очередь в городах. Барнаул далеко не лидер списка. Хотя почти все, кто уехал в тот же Новоалтайск, жители краевой столицы. В ведомстве говорят, компании в Барнауле неохотно идут на социальное строительство. Хотя, заверяют специалисты, в этом году они пошли навстречу застройщикам. Мы изменили способ формирования начальной максимальной цены контракта. То есть мы предлагали у них покупать жилье по рыночной стоимости. Значимого такого, чтобы они там все к нам выстроились в очередь, мы пока не увидели. То есть вот сколько получилось, столько взяли. Так на следующий год в Барнауле никто пока не строит жилье соцнайма. А значит очередники краевой столицы вновь поедут в Новоалтайск. В 2019-м Минстрой планирует предоставить также около 400 квартир. В этом году такой объем обошелся почти в полмиллиарда рублей. Большинство средств краевого бюджета. Вложиться придется и Регине. Впереди у нее первый ремонт в ее собственном доме. Ключи от которого она ждала почти в 6 лет. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. Наши новости.